так добрый день друзья всем привет сейчас экспериментирую с одной такой вещью я не знаю вы знали нет но сейчас смотрел обзор на айфоны в ю тубе и нашел там фишку вообще просто обалдел отказ можно снимать свой экран то что там происходит то что этот вот и тогда получится что комментарии будут сохраняться в инстаграме и вот ваши лайки так что можете их поставить они будут но они будут сохранены в ю тубе эти лайки и будет интересно привет у меня батарейки 37 процентов я не знаю насколько это хватит на часик точно должно хватить всем привет сегодня закончился тренинг эмоциональной свободы в алмате завтра я вылетаю в город астану на тренинг будут индивидуальные сессии всю неделю и потом будут тренинг суббота-воскресенье шикарный тренинг получился вот в этот раз всего было два участника новых и и пришли на второй день наполнение раз раз два три человека такие дела то что если кто-то хочет проработать или как-то поговорить можете выйти в эфире и мы с вами пас поработаем если есть вопросы задавать его меня хорошо слышно привет друзья как дела индивидуальный тренинг сколько стоит все вопросы насчет цены в директ пожалуйста потому что не хочу фиксировать цены индивидуальный тренинг в астане будет 14 15 сентября вот то что это то что ближайшего на следующей неделе будет и сегодня закончился тренинг в балмате следующее будет октябре место проведения есть все в этом у меня на страничке там рекламы еще сделаю ее репост заново вот и можете там с организатором связаться позвонить или напишите мне в директ и завтра в аэропорту пока буду разгребать его всем отвечу вот тренинг получился шикарно вообще приехали две замечательные женщины она приехала из астаны она приехала из биштеком и настолько вот приватный получился тренинг прям крутой здравствуйте как устранить постоянную тревогу беспокойство на фоне всего еще нехватки воздуха и страх это нужно будет приходить и и работать приходите на сессию проработаем страхи прокричаться надо проплакаться все более эмоции которые есть внутри их надо просто вытащить как общаться с высшим я и не со своим духом это не ко мне вопрос это можно медитировать есть очень много всяких разных техник я это не практикую поэтому я в этом не силен и не хотел бы вам это объяснять какие то что я в этих вещах некомпетентен да то есть вот я могу вытащить негатив из человека но вот найти себя там медитации там увидеть себя со стороны или чуть это не ко мне в караганду когда приедете в караганду я не знаю когда приеду но лучше вы в астану приезжайте почему иногда появляется обжорство обжорство появляется тогда когда есть эмоциональная неудовлетворенность вот эти у меня очень много перелетов у меня очень ну я честно говоря очень сильно устаю и я заедаю я понимаю что я заедаю свой стресс какой-то но я с этим как-то периодически борюсь то есть когда я думаю больше двух недель я восстанавливаю у меня там тело подтягивается хожу спортзал как только я начинаю летать или как-то больше двигаться мне начинает разносить потому что каждый раз в разных городах проводить тренинги это все равно напряжение в райск приеду в конце сентября уже скоро записаться это вы напишите мне ватсап я вам скину номер телефона или будет еще реклама по моему есть она там внизу скоро будет но сейчас положение в родите потом приходите где-то через месяц через два чуть отойдите да то есть если вы первородка то есть там чуть дольше реабилитация поэтому посмотрите болит шейно-воротниковой зоны йога массаж что лучше поможет шейно-воротниковой зоны я вам помогу одного тренинга достаточно ну смотря для чего но вообще да из-за что шейная зона это когда-то тогда когда ты тащишь чужие проблемы на себе это тогда когда у тебя повышенная ответственность когда ты все контролируешь это ну вот вот это вот все очень много там всякого надо смотреть и разбираться давайте посмотрим кто там стучится о камша привет можно так коситесь ответ чтобы он появился на экране и вы увидите как ваши дела камшат у меня все хорошо ты как-то напиши на как я позвать я не знаю прямой эфир выключен нет вот да вы правы когда будете москве в москве я буду в начале декабря где-то после девятого десятого там как-то мы поработаем классный я не за получится нет но по-моему должно получиться комментарии будут сохраняться это прям очень круто камша привет так чуть не получилось можно ли одни письма написать сразу трех людей начала писать письма прощения вообще лучше каждому человеку по отдельности писать у меня после недавно сессии шейная зона вообще перестала меня беспокоить это прям кайф кайфовые главные боли прошли и нора поздравляю круто прошло очень часто забиваются мышцы забиваются энергетика забиваются у тебя невроз и вот это вот все спазмируются и очень сложно обязательно писем писать письма прощения 40 дней до друзья так здравствуйте добрый день возможно попасть к вам в индивидуальном порядке возможно напишите в инстаграм в директ и мы там с вами договоримся вы напишите напишите с какого города или можете написать на ватсап который указан у меня в профиле вот и написать имя фамилию и город и мы там уже договоримся все никак не решусь написать письма прощения придет время письма прощения забиваете в ютубе письма прощения начни и просто пишите все то есть там в ютубе есть очень подробно все не объяснено боюсь что под но если нет времени писать писем прощения 40 дней лучше вообще даже не начинайте почему идет слив денег все источники дохода постепенно закрылись слив денег идет из-за того что есть такое понимание что я типа не достойно денег и поэтому деньги тебе не идут это внутреннее непринятие денег с чем очень важно и бороться деньги очень важно принимать поэтому если нет возможностиْ сжигает но можно собрать конца 9 я не знаю где вы живете где нет возможности сжигать вышли на помойку сожгли да то есть это же не нужно жить в квартире то есть в квартире конечно нет возможности вышли на улицу возле помоющей аккуратно сожгли и все если вы где-то за границей живете и где вообще этого не приемлемо в орбите не знаю я насколько это попробуйте но не нужно копить их на месторождении я не знаю какие условия то есть но в любом случае наверное вы можете выйти на улицу и сжечь там ничего страшного нет а ну тогда же орбите тогда возьмите ножницы и каждый день сидите режьте по утрам вообще писать желательно надо сжигать психотерапевт привел со мной такого рода практику как у вас ну почти как у вас вроде стало лучше но страхи и беспокойство не прошло что это может быть честно я не знаю придите поработаем потом посмотрите психотерапевты не ведут такую практику как я то есть сомневаюсь я очень сильно я не видел я и не видел пока такого потому что есть что-то похожее но она не так все равно то есть она по результатам и по глубине наразительно отличается почему потому что чтобы дойти до той глубины до которой я дохожусь надо быть либо надо знать куда идешь куда ты ведешь человека либо надо быть немножко не того потому что это но это же через боль ты совершенную человеку делаешь больно ты доводишь его до стресса это нужно делать и очень грамотно и с любовью человеку и потому что в общем это нужно делать аккуратно в астану я вылетаю завтра 1.40 у меня по моему выйдет вы мне точно сказали как это это ощущение это просто чувствуешь человека начинаешь проговаривать это не сложно никак то есть можно учиться там учиться психологии учиться там по движением узнавать человек учиться что он там думает или не думает да то есть ощущение они намного точнее и острее когда ты человека ощущаешь что да ты попадаешь больше в его боль потому что ты сам чувствуешь эту боль в себе и ты начинаешь ее просто озвучивать человеку это всегда почему-то удивляет но на сегодняшний день ну я помню и меня удивляло но на сегодняшний день я этому не удивляюсь мне кажется что могут так все да то есть это просто и поэтому я не придает ему особого значения но люди люди шокируют конечно индивидуально в астане я буду принимать 11 12 13 числа ну и десятого иногда уже уйти как будто кто-то стягивает и тянет что это я честно не знаю я вам так скажу это у всех по-разному это надо разбираться это надо ну то есть хотя бы в атаку свою чтобы поставили если прям напрячься чтобы посмотреть что-то как это соединиться я сейчас обленился я раньше вот так именно шли я подключался я говорил кого чего но сейчас я так уже не могу в таком быстром режиме работать почему-то это сильно напрягает если честно переключаться с одного на другого очень сложно добрый вечер вы мне снимали порчу через сколько времени она полностью снимется я не знаю это нужно прорабатываться достану завтра привет вот то есть это зависит но если я ее снимал ее уже нету но я не знаю чем закончилось если не скажу уже после и сколько их было вот в чем вопрос как после тренинга меняется жизнь человека я имею ввиду просто снять блоки а потом пять человек начинает жить и опять блоки у него все правильно как чистить зубы так и ходим то есть есть момент если тебя почистили и ты свою жизнь меняешь то в принципе ну как бы тебе больше не надо но все выходит слоями и поэтому на каждый этап определенный этап жизни нужно проходить вот единственное говори же должны быть этап ну то есть есть этапы развития человека на каждый этап ты вот подпрыгнул сюда здесь тебя раз надо тряхануть под корректир подпрыгнул раз тряхануть под корректир и тогда ты идешь идешь дальше и дальше и то что я кайфую от чего что при моей работе мне нужно все быстрее и быстрее развиваться и подпрыгивать и успевать за своими клиентами потому что клиенты после тренингов подпрыгивают в доходах они подпрыгивают в отношениях и мне приходится развиваться быстро быстро бежать потому что есть такая тенденция когда ты отстаешь от клиента своего и ты его теряешь поэтому приходится постоянно постоянно как-то обновляться вот поэтому и клиенты тоже должны бежать и успевать за мной потому что если есть те люди которых приходили мы с ними поработали и они остались той же структуре где они работали не структуре а в том же мировоззрении то в какой-то момент я стану для них недоступен и так потому что и цена растет и человек должен успевать зарабатывать чтобы приходить потому что я его попинул он подпрыгивает потом я должен как-то вышибать и он опять приходит опять мы подпрыгиваем и потом я его опять догоняю мы друг друга должны догонять поэтому развиваться это состояние перманентное и скажите пожалуйста чего создается напряжение в области рта зубов и десен много лет мучаюсь этим это агрессия это подавленная агрессия вот это все тренинг в каких числах в Астане 14-15 сентября сегодня не делал медитации ни утром ни вечером а ночью можно делать и ночью без разницы когда удобно почему ваши эфиры посмотреть невозможно даже в записи что значит невозможно они есть в ютубе все эфиры с индивидуальными сессиями такие все они есть сохранен но я их всегда сохраняю на у себя на странице это у вас скорее всего что-то с интернетом я думаю что они очень даже доступны что мы с индивидуального приема сможете озвучить я не озвучил пишите в директор смотрите цена постоянно будет подниматься по мере того как будет расширяться зона влияния будет конечно пакетами там онлайн там такое-такое-такое но индивидуальные сессии и личный тренинг какой-то вот такой приватный он будет дорожать постоянно я буду максимально делать чтобы было это доступно в какой-то период то есть но все равно какой-то был контакт но вот поэтому я не хочу фиксировать цену здесь потому что этот запись останется для ютуба и я бы не хотел бы чтобы это все фиксировалось как избавиться от панической атаки является ли это порча как это понять часто является чувство затруднения дыхания вообще я не люблю пугать людей это паническая атака это субличность это психологи говорят или психотерапевты эти боксы имши говорят джин шайтан там типа там этот но может быть это просто страх внутри какой-то где вы стрессанули и его нужно вот выйти если вы читали мой предпоследний пост про вот как я с дочки вытаскивал это все она испугалась собак и там было просто трындец там такой трэш был она все зеленое лицо это ну это было просто кошмар то есть может быть так да и тоже выходит там она лаяла там ну вылога собака это вообще жесть была когда уж тренинг в Москве тренинг в Москве будет скорее всего в декабре но где-то в середине может быть ну там в начале потому что я приеду в Москву где-то где-то 9 по моему декабря может чуть раньше в тренинг в Астане в тренинг в Астане на следующей неделе в субботу воскресенье много думал в прошлом как избавиться приходите вы хорошо психолог знаете основное нужно каждый день срочно нужно это я не знаю это надо смотреть сколько ему лет надо смотреть что он хочет если он хочет пусть приходит возможно там как-то поможем вот что еще вроде все спасибо за такой детальный ответ пожалуйста задавайте еще вопросы у кого есть 15 игромания это вот бич прям вот этих подростковые я не знаю 19 лет уже взрослый это ребенок да и с этим надо что-то делать потому что он уходит туда от реальности он в реальности не не уверен и поэтому уходит в ту в реальность избавиться от прошлого письма прощения избавляемся от вот избавление от прошлых обид и прошлых там это помните счастливый вместе был сериал там был гена букин да это где он про свой хитрик там в школе вспоминал да уже там 45 лет или сколько там ему и он вот я в школе футбол играли забил три гола там подряд типа этот это был единственный успех в его жизни он постоянно возвращался потому что сейчас нечем радоваться вот поэтому чтобы избавиться от прошлого если вспоминаете свои победы то нужны победы в настоящем если вспоминаете обиды то пишите письма прощения но хотя и в любом случае пишите письма прощения откуда вы черпаете силы чтобы так помогать людям это же с ума сойти можно сколько проблем горя слышать если честно в какой-то момент у меня происходит такое я отключаюсь иногда там я с человеком работаю и когда вот начинается вот это вот изливание вот это у меня мог делать так я отключаюсь и потом я задаю вопрос я вам сейчас только что рассказывал то есть в какие-то моменты мозг прям просто отрубается энергетически да это очень сложно это нужно вытаскивать это очень забивает меня этот поэтому я и отчасти из-за вас короче я поправляюсь но если честно я люблю поесть и поэтому это скорее всего я там восполняю свои силы где-то я хожу в баню парюсь я то есть ну я как-то стараюсь это вот все из себя вытаскивать поэтому какими-то такими вещами я загружаю свои свое напряжение поэтому остановиться я пока не могу я точно осознаю что будет в моей жизни период когда я остановлю вот эти индивидуальные сессии тренинги да то есть их будет меньше но я больше обращу внимание на себя я сейчас я уже начал больше отдыхать потому что перелетов в моей жизни если вы заметили немного меньше я сейчас съезжу в Астану и потом еще будет две недели то есть сентябрь у меня такой полу-полуотдых август получился полу-полу сентябрь такой октябрь немножко будет напряженный но потом я будет отдых в конце октября потом в ноябре чуть по работы будут напряженные в декабре тоже будет он половина буду я на тренинге, половина будем на отдыхе, скорее всего, где-то. Поэтому себе сегодня, сейчас я начинаю больше и больше уделять внимание. Потому что, чтобы завтра это не выбилось каким-то там, не дай бог, болезнями или чем-то по здоровью. Поэтому сейчас я уже могу себе позволить иногда отдыхать, и это на самом деле круто. Я к этому шел 6 лет или вот 7-й год я иду, и только сейчас я начал себе потихоньку позволять отдыхать. И это прям круто. Потому что до этого я работал без субботы, воскресенья, без выходных, без проходных подряд, там, в течение 5 лет. Если во время дыхания болит в груди, это болит душа. Отец у меня поэтому каждый... Ну, это нужно работать в общем с мальчиком. Но он должен хотеть, да? Вы должны показать ему... Вы должны ему показать видео, как я работаю, и потом он должен захотеть. Так, ладно. Здравствуйте. Если вы во время дыхания так... Так, изменить свою жизнь решиться не могу. Надо уделять себе внимания. Уделить так. Как изменить свою жизнь? Не нужно решаться. Нужно понять... Смотрите, есть вообще простой алгоритм. Про это уже все говорят. И, знаете, вот основной посыл такой вот людей, которые не могут себя как-то сдвинуть, да? Я уже слушал там Гандапаса. Я слушал там Осипова. Я слушал там Лобковского. Я слушал... Я всех переслушал, да? Я слушал Черняка. Я слушал там этот... И ни хрена в моей жизни не меняется. Почему-то? Потому что это просто как лежал на диване, так и не жишь. В какой-то момент уже просто встать. За тебя никто не сделает. Это все равно, что если я буду за тебя ехать, ты будешь поправляться. Это невозможно. Поэтому в какой-то момент нужно просто встать и начать изменять свою жизнь. Уволиться с работы, найти свой бизнес. Или наоборот устроиться на работу, если ты там лежишь. То есть есть разные вещи, которые... с которыми нужно продвигаться. Вот. Поэтому изменение жизни начинается с себя. Если тяжело встать, там все козлы им должны не помочь, они не помогают. Особенно на родственниках. Да, шикнят некоторые. Письма прощения родственникам. Потом осознание того, где ты находишься, в какой жопе. И осознание того, что тебе никто не поможет из этого вылезти и начать выходить потихоньку самому. Вот. Вот и все. Все изменения. Я изменял свою жизнь. Вот менял свою жизнь, знаете, на протяжении, наверное, двух или трех лет. Это было очень тяжело. В какой-то момент ты прорываешь этот пузырь, и у тебя меняется все. Складываются отношения с друзьями, меняется круг какой-то. Люди хотят с тобой дружить. Появляются деньги. Оно просто за тобой все засасывается. Это нужно просто прорвать. И вот это вот прорвать, вот эту трубу, вот в этом, наверное, самое большое напряжение. Как только ты прорвал, оно начинается всос. И также следующий этап. Ты уже начал, уже семье хватает, тебе хватает. Вы уже зарабатываешь, уже отдыхаете, уже там есть, что поесть, да? Потом опять нужно будет прорываться. И когда, ведь каждый раз вот этим напряжением на прорыв на следующий уровень. Но в каждом следующем уровне, я так подозреваю, немножко проще жить, чем до этого. Ну, хотя не всегда. Надо понимать, для чего ты это все делаешь. Так. Жизнь никогда не хвалили, а вчера приютно похвалили. Было стыдно, что не могла смотреть глаза людям. Почему так? Это непринятие, потому что в детстве тебя не приучили, в школе не научили. Взрослой жизни не получается. Я до сих пор, когда мне вот, у меня недавно было день рождения, когда мне говорят тост, я не могу смотреть в глаза, я отворачиваюсь, потому что мне неудобно. Мне кажется, Господи, это, наверное, не про меня, да? Я неохота повернуться, и, ну, может, это кому-то другому говорят такие прекрасные слова, да? Но день рождения, это же очень такое. И я, в этом году у меня был самый крутой день рождения, который, вот, один из самых крутых дней рождения, которые у меня были, потому что пришли друзья, пришли те люди, которых я очень сильно люблю и уважаю. Мне их дружба очень ценно. Мы в один период начали каждый в своей сфере как-то подниматься, развиваться, и каждый достиг определенного успеха. И когда люди говорят, вот ты мне тогда сказал, сделать так я сделал, и я начал зарабатывать, или я там женился, или я вышел замуж, а вот здесь ты мне посоветовал, а здесь ты меня поддержал, это было очень круто. И вот ты говоришь, когда тебе говорят хорошие вещи, ты про себя говори, я готов принимать там подарки от этой вселенной, я готов принимать вашу благодарность и любовь. И просто начинаешь через слова принимать. И это потихоньку у тебя придет привычку, и ты вот в принятие. Вот и все. Мой вопрос не прочитали. Чей вопрос не прочитал, его повторите просто. Скопируйте оттуда и сюда еще раз напишите. Потому что очень сложно, ну не сложно, но чтобы лишний раз не скроллить. Здравствуйте, вы по национальности кто? Здравствуйте, я по национальности кореец из Казахстана. Почему я не могу смотреть людям в глаза во время разговора? Это страх, это комплекс, и это нужно прорабатываться. Начните смотреть вот сюда, вот чуть выше там глаз, и будет проще вам смотреть. Я в свое время так делал, это просто навык. Спасибо за это, пожалуйста. Поэтому можете задавать еще вопросы. У кого есть? Как научиться прощать? Письма прощения. Пишите письма прощения в течение 40 дней всем людям на планете Земля. В Ютубе пишите письма прощения. Выходит мое лицо, там видеоролик и специально потратил денег на заплатил оператору и чтобы снять этот ролик. И просто открываете, слушаете, и начинаете просто писать. Это, наверное, один из самых сильных поступков, которые ты можешь сделать именно для себя. Письма прощения прописать. Это самое крутое, что возможно вообще сделать. Почему нам не возвращают долги? Потому что вы недостойны этих денег, потому что вы сопротивляетесь деньгам, потому что скорее всего в какой-то момент вы начали забирать. И это есть очень большой минус. Долги у людей, смотрите, у кого нет денег, там мало зарабатывал, у кого долги, помните, как в том анекдоте, если мерить мое финансовое состояние кучками, то у меня ямка. То есть вот эта ямка это у людей, которые закрыты. Это у людей, забирающих долги. То есть это люди, которые не могут отдавать, они все вот мне, мне, дай, дай, дай. В какой-то момент мы рефлекторно в это переходим. Сначала мы отдаем в долг, потом отдай, отдай, и мы не можем вытрясти долги, и мы начинаем отсюда забирать, отсюда забирать, потом к нам клиенты приходят, мы начинаем делать не полную услугу, а половину, и хотим, чтобы заплатили как обычно. И, короче, вот эта череда вот таких твоих поступков ведет к банкротству и к долгам. Поэтому очень важно опять научиться не вспомнить, как ты это делал, когда тебе клиент платит там тысячу тенге, а ты даешь ему услуг на пять. Ты там вот на людей, да, люди тебе оказали услугу, а ты им благодарности оказываешь вот настолько. То есть каждый раз отдавать стараться больше. Вот. И когда тебе деньги будут приходить, ты должна просто принять те деньги, которые тебе приходят сверх твоего понимания. И у тебя должны быть планы на те деньги, которые тебе приходят. Если у тебя нет планов на свои деньги, найдутся люди, у которых будут планы на твои деньги. Понимаешь, что твои деньги должны постоянно работать. Ты должен постоянно куда-то их вкладывать и думать, для чего они тебе нужны. Если нет понимания, для чего тебе деньги, у тебя начнут их забирать, и у тебя будут долги. Если ты не сможешь принять деньги, у тебя их будут забирать, у тебя будут долги. Вот и все. Деньгам очень важно радоваться, особенно, когда ты отдаешь долг. Когда у тебя долги, ты заработала тысячу долларов, и такая, а, круто это там. А потом, мне же их отдавать, и ты страдать начинаешь от того, что тебе жалко отдать. Но Бог, я не знаю, Аллах, Вселенная смотрит на тебя сверху, думает, я ему дал тысячу долларов, он страдает из-за денег. Может, ему не давать деньги? Поэтому каждому приходу денег ты радуешься, и отдаешь с радостью, и принимаешь с радостью, и постоянно начинаешь поднимать. Как менять установки? Письма прощения сначала пишешь, сгружаешь старые, и аффирмациями загружаешь новые. Вы можете делать это одновременно, писать письма прощения, и читать аффирмации. Ты будешь сгружать старые установки, и нагружать себе новые. Я не могу прощать, я не могу прощать никак, 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 это называется, я не хочу никого прощать, пусть боль останется моя со мной, вы просто, это, короче, такое состояние жертвы, я не буду прощать, обратите на меня внимание, потому что мне не хватает вашей любви, поэтому письмом прощения садишься, и там жертвишь. И все. Благодарю вас, Игорь, супер, спасибо. Здравствуйте, у меня умерла мама год назад, и я осталась одна с ребенком. Что делается страхом одиночества? Страх одиночества важно прожить, то есть, ты берешь и закрываешь глаза, и там тебе, допустим, 32 года, ну, не знаю сколько, и ты говоришь, мне сейчас 32 года, я одна с ребенком, теперь шагом 5 лет, мне теперь 37 лет, я одна с ребенком, закрываешь глаза и проживаешь вот это одиночество, и так доходишь до 105 лет, до 103, сколько ты дойдешь, мне теперь 103 года, я одна не с ребенком, то есть, ты переживешь этот страх, его примешь, ты будешь знать, каково это, и перестанешь этого бояться, все. Если ребенок 5 лет, не получается забеременеть уже 4 года на второго, если нет противопоказаний врачей, каких-то там патологий, то это, скорее всего, психосоматика, с вами надо поработать, и, ну, в принципе, можете потом родить, это нужно смотреть и разбираться. Как перестать бояться смерти, болезни, особенно, когда это касается родных? Вообще, в общем, приходите, лучше давайте с вами поработаем, потому что страх смерти за родных, это такое, немножко, как бы, в общем, приди, поработаем, ладно? Потому что, когда ты переживаешь за смерть других, это, ну, странно. Почему бывает так, например, я закрыла дверь, но такое чувство, что не закрыла на ключ. Это недоверие себе и постоянный гиперконтроль, и то, что ты не проконтролировал, это забыло, и то, что ты забыла, значит, ты не сделала, и это недоверие себе. Как стать спокойнее? Короче, это надо вытащить агрессию, которая внутри, и становиться спокойнее. То есть, вы приходите на сеанс, мы с вами плачем, кричим, и вас отпускают. Да, как перестать бояться смерти родителей близких, да и не особо знакомых мне людей услышат какую-нибудь либо новость, все в страх. Страх смерти. Страх смерти, он, ну, он такой, это естественный процесс, и в основном это эго. Я разбирался, я сам очень сильно боялся, был период, очень страшно боялся смерти. Сегодня я понимаю, что это единственное, на что я не могу влиять, то есть, тебя никто не будет спрашивать, не хотели бы вы умереть, да, то есть, единственное, ты можешь жизнь покончить самоубийством, и ты тогда, может быть, будешь управлять своей жизнью, ну, и смертью. Поэтому, в какой-то момент я понимаю, что это неотвратимо, спрашивать тебя не будут, и я думал, и думал, что значит смерть, да, то есть, вернуть свою душу Богу, я думаю, как это будет происходить, да, то есть, вот, есть отдельный там Игорь, и теперь он умер, и теперь он соединился с Богом, теперь он кто? Теперь он Бог, создатель, кто он, он где вообще, да, и у меня пришла такая метафора, это все равно, что, вот есть стакан воды, или какая-то емкость, кто-то в стакане, кто-то там в бутылке, кто-то в вазе, да, вот вода, это вот вода в сосуде, это твоя душа, и когда мы умираем, берут этот сосуд, и вот в мировой океан приснули, и поставили, ваза осталась в виде тела, там она там, потом там энтропия, оно там все разлагается, но ты мировой океан, ты часть мирового океана стал, но такого, как такового Игоря отдельно нет, и вот эта внутренняя гордыня, как, блядь, меня нету, что это за херня, да, вот она очень сильно пугает, и я так понимаю, вот, недавно в новостях показывали, что там какая-то стартовая площадка, или ракета, там называлась Байтирек, и Путин предложил назвать ее Нур-Султан, а наш Нур-Султан сказал, давайте, только не Нур-Султан, пусть будет Назарбаев, и короче, назвали Назарбаев, то есть, он все хочет себя увековечить, это страх смерти, это большой страх смерти, мы хотим остаться в веках, это внутреннее эго, и поэтому строят там всякие пантеоны, пирамиды, чтобы оставить след прямо себе, и, ну, не знаю, насколько это нужно, потому что это все равно пыль будет, вот, поэтому страх смерти может с философской точки зрения подойти, вы, короче, станете мировым океаном, и ничего страшного в этом нет, почему не везет семейная жизнь, не все было хорошо, как родился я, ребенок, можно подменивать, начать пить гулять, это обычный, нормальный период, интересует, что связано, может быть, Макбал, привет, это нормально, то, что после рождения ребенка что-то идет не так, всегда что-то идет не так после рождения ребенка, но у многих, да, в кино показывают, что все хорошо, а это первый такой этап, который на стрессоустойчивость пары, насколько она стрессоустойчива, насколько он, как он себя ведет, как она себя ведет, да, то есть, вот это вот пьянки-гулянки, это избегание такое, от взрослой жизни, отказ от ответственности, это нужно пережить. Я не знаю, просто гуляет или изменяет, но если он просто гуляет, ничего страшного, лишь бы не изменял, я так думаю. Игорь, очень боюсь тараканов и сороконожников. Как избавиться от этого прямо до дорожения, они меня как будто преследуют. Честно, я не знаю, с вами надо поработать, посмотреть. Спасибо, привет. Есть клиенты, которые не заплатили за мои услуги, обманули, просто забить на них. Да, просто забейте. Вы оказали услугу, я не знаю, что вы там оказываете, но есть люди, которые, честно говоря, с точки зрения меня как ремесленники, ебанутые. Которые не хотят платить за то, что они получили. Потому что то, что делаю я, оно неосезаемо. То есть ты уходишь, тебе хорошо понравилось, не понравилось, но я всегда объясняю людям, что вы платите за мое время. Вы платите не за то, что я тебе, насколько я тебе помогу, а вы платите за мое потраченное время. И независимо от результата, да. То есть, а есть некоторые, ой, что-то не получилось, там мне не понравилось, верните, иди нахуй, если честно. Потому что верните мне мое время, верните мне мою энергию, которую я потратил на вас. И тогда, окей, я вам верну. Но это невозможно. Поэтому, ну, до свидания. То есть, если они не заплатили, то есть, если не заплатили и ушли, то, честно говоря, тоже идите нахуй, потому что я не обращаю внимания на такие вещи. Я могу это проигнорировать, но я вам честно скажу, что есть закон всемирного равновесия или там всемирного там чего-то, то, что если тебе куда-то не доплатили, ты должна, как садака вот это вот у казахов есть, прости, ты будешь садака. И начни зарабатывать новые деньги, следующие деньги тебе придут легко. Человек, который не заплатил за твои услуги, у него будут все равно забирать. Вселенная заберет. Он потеряет от того, что он тебе не заплатил, больше, чем ты. Но если ты начнешь бегать за ним, за ним, верни, верни мне деньги, ты мне должен, ты начинаешь терять сама больше, чем он тебе должен. Поэтому садака и зарабатывай новые. Другие придут, в другого места деньги придут. Во время этих переживаний, еще какой стресс переберет. Обожаю тебя, спасибо. Спасибо, как вы работаете? Не совсем вопрос понял. Это энергия, психология, это тенецко немножко. Муж, как текут, мое каждое действие. Как прожить период отвращения жениться по большой любви? Я, во-первых, не знаю, сколько вы женаты, какой у вас возраст, потому что это очень сильно влияет, и нужно разбираться, что там у вас происходит. То есть хотя бы с одной стороны сначала, потом с другой, и потом добрый вечер, добрый, не принимая некоторые привычные мужа, например, что он много спит. Но может быть он сильно устал, до ужаса, до родных. У мужа все время ощущение потери энергии и сил, как будто кто-то забирает, а раньше мог горы свернуть. Это приводить, эта хроническая усталость, нормально. Вы принимаете, в октябре у меня отец после инсульта до сих пор не может принять свою болезнь, постоянно горит о смерти. И все это у нас. Знаете, с инсультниками я пару раз работал, никакого толка нету. То есть с инсультиками надо работать долго. Это иглоукалывание, это терапия по восстановлению тела, по восстановлению речи. То есть там очень много процессов, это уже более врачебная штука, с которой я, честно говоря, я не справляюсь. Я могу облегчить, если человек верит, но когда человек дошел до инсульта, в основном это люди очень закрытые, и они сами лучше всех друг друга, блядь, знают, и у них виноваты вокруг всего-то все. И это очень хреново, если честно. Игорь, вы крутой, благодарю Вселенную за знакомство с вами. Большое спасибо. Так, привет, после знакомства с вами заочно оторвала свою пятую точку с дивана и поменяла питание, литературу, образ жизни, йога и т.д. и т.п. настроение, огонь, самочувствие тоже, но работая с людьми, так круто, не воспитываясь, не воспринимаясь близко к сердцу. Письмо прощения. Желудок после страха и беспокойства ведет себя иначе. Почему? Потому что это самоедство. Вообще, смотрите, как организм работает во время стресса. Самые ненужные органы, когда тебя хотят съесть, да, ты вот, допустим, идешь по лесу и хруст, и ты напрягаешься, весь кровоток идет в мышцы. Вот состояние стресса, войны, этот у тебя все идет в мышцы, в руки, в ноги, потому что тебе нужно бежать или кого-то хватать, или убегать, или кого-то убивать, ну, то есть, тебе что-то нужно делать. И самые ненужные органы это желудок, потому что неважно, если тебя будут есть, там, сытый ты или нет. То есть, оттуда оттекает кровь, отток. Потом мочеполовая система, почему от страха испражняются, потому что мышцы там ослабевают и вся кровь уходит в мышцы руки и ног. То есть, от сильного страха, вы видите, наверное, ссутся, да, или там срутся. Это вот из-за этого. Потому что, чтобы было действие, даже он обосался, сделал действие, в принципе, он выжил. Потому что, ну, испражнился ты или нет, это не будет зависеть, ну, как бы для тебя никакой роли не играет. И третье, это мозг. От мозга отклевает кровь тоже в мышцы. И вот человек, когда, стрессует, да, вот это все уходит туда в мышцы, создаются спазмы, и ты никуда не бежишь, ни за кем не побежал. Этот стресс остается внутри. У тебя мышцы спазмированы, да, и вот это называется хроническая усталость, когда таких спазмов очень много. Вот и все, поэтому желудок. Здравствуйте, как научиться позволять себе? Это нужно тренироваться, это нужно себе покупать вещи, это в зависимости от того, чего вы не можете позволить. Два моих бывших парня, которые жене не хотят отношений, хотя я замуж. Делать в них или во мне что-то не так? Я не знаю, если вы задумываетесь, а не дать ли мне, им, да, или ему, или вот газануть, как это, значит, у вас дома не все в порядке еще. Значит, вы лучше, больше внимания уделите мужу, съездите с ним в отпуск или уедете там, отстать детей там, родителям, уедете там, все идите в гостиницу и там как бы с мужем лучше газадить. Потому что у вас потом начнутся проблемы, ну, в семье, они скорее всего уже есть и поэтому у вас такие мысли и вам такие предложения. Если не знаешь, что вы замужем и не сами женаты и все равно вам предлагают интим, но они мудаки, если честно. Ну, мне так кажется. Потому что одно дело, когда женщина замужняя сама тебе там что-то предлагает и другое дело, когда мужчина, зная, что она замужем, ее начинает провоцировать на какую-то измену, но это, честно говоря, не совсем корректно. Ну, мне кажется, это, ну, такое себе. Такое, ну, такое нельзя себе позволять. Ну, по моему глубокому убеждению, я не знаю. Я не, слава богу, я не был в таких ситуациях, я не хочу находиться, но мне кажется, это не совсем корректное поведение со стороны мужчины. Если это за качество, иногда приходится пользоваться ингалятором. Это у вас астма, или что вы ингалятором пользуетесь? Если астма, то, ну, лечите астму. Ну, в смысле, это, ну, помогает. А вообще, почитайте книжку, вы не больны, у вас жажда, доктор Батман Хельш, вы можете, этот, если у вас на уровне физики. Бывает психосоматика, и тогда вот эту вот астму его души я убираю. То есть, мы вытаскиваем с вас весь негатив, и после этого, возможно, вы будете дышать, это 100% гарантия вам не дам. Работая с людьми, бывшуюся, это разные ситуации, прям нервничаю. Как бороться с собой? Письма прощения, и напишите своего идеального клиента, как говорят, очень. Точно написали про желудок. Пожалуйста, как выйти замуж 30 лет? Это надо просто согласиться. В 30 лет ты еще молодая, надо просто согласиться. Тебе же предлагают, там, раз в полгода, все равно, давай там, выйдем замуж, или там, пойдем пообедаем, иди пообедай на халяву, да, то есть, я вообще не понимаю женщин, которые, там, их мужчина приглашает на ужин или на обед, она такая, она смотрит, бля, я бы за него замуж не хотела. Тебя не зовут замуж, тебе позовут кушать. Сходи, бесплатно поешь. Все. Вот, поэтому, я не понимаю, иди пообедай, там, 20 раз бесплатно с разными мужчинами. Выбери одного, с кем-то заявятся отношения, с кем-то ты разочаруешься, кто-то тебя искренне удивит, начни встречаться, все. Когда тебя позовут замуж, тебе будет страшно, все равно кивни. Если он не алкоголик, он нормальный, там, у него полная семья, там, образованный человек, выходи замуж, все. Что еще нужно для этого? Ты все равно пожалеешь, когда ты выйдешь замуж. Ну, какая разница уже? Потому что, годы идут, и нужно рисковать, то есть, выбрать человека, рискнуть, и с ним попробовать создать отношения. Не понравится, разведетесь там, или, во всяком случае, останется плод вашей, вот этой, любви, и будет ребенок. я, знаете, очень всегда сожалею, когда приходят женщины, и у них там в 40, в 45, в 50 лет, они одинокие, у них нет детей, но это очень такая, не очень ситуация. Поэтому 30 лет, это рубеж, когда уже надо рожать, если нет детей, то прям очень этим займитесь. Не рожать для себя, а в 30 еще можно выйти замуж, нормально, и можно попозже, но сейчас тебе надо выйти замуж, родить, и там уже разбираться, что с этой всей херней делать. С его родственниками, и с ним, в принципе. Не привязывайтесь сильно, вот, не ожидай от человека больше, чем ты хочешь. Дай шанс, вот тебе приятно с ним покушать просто, ну, приятно, иди покушай. Не надо сразу выходить за него замуж и рожать детей, да, потому что ты его оценила, такая, нет, я за тебя замуж не хочу. Дай шанс. У вас это тревога и беспокойство, как выйти из этого? Это, это вы прям мой клиент, в общем, приходите, но приходите в доверие, потому что если не будет доверия, у нас ничего не получится. Деньги на ветер потратите. Письма прощения каждый раз нужно сжигать, да, это, как отпустить обиды, письма писала, не помогает. Я тогда не знаю, вы, значит, так хреново писали письма, или не так писали письма, или этот, ну, или не по-настоящему, потому что с письмом прощения помогают. Есть зануды люди, которые писали их 120 дней. Попробуйте писать 120 дней. Вообще, послушайте нормальное видео, которое в Ютубе, сделайте точно так же, как я там говорю, потому что зачастую люди не понимают, насколько это много. Ты пишешь вот такую тетрадь каждый день. Это 40 людей, там 50-70 человек каждый день, 70 писем ты пишешь в течение 40 дней. И пишешь по-настоящему, со слезами, с агрессией, со всеми делами. Это только искренность по отношению к себе, то, насколько ты себя ценишь, и насколько для тебя это важно. Я честно, я не верю, что человек может прописать, и ему это не помогло. Есть люди, которые вот так говорят, ну, честно, это нереально просто. Значит, вы обманываете себя, обманываете меня, и зачем это вам надо, только вопрос. Не хотите отпускать обиды, не отпускайте. Пусть они с вами останутся, поживите еще так, значит, рано вам. Говорите разумно. Спасибо. Есть ли проблема во всей сфере жизни, что может быть? Это нужно кардинально решать все вокруг. Это начните с писем прощения, начните с зарядки, начните, то есть, начните менять привычки, как и говорит Маргулан Бесимбай. Маргулан, Маргулан, я не помню, как его. В общем, меняйте привычки. Отвечай. Отвечай. Доброй ночи, у меня сестра 2017 года падает в обморок, врачи ничего не нашли. По осмотру психолога нужен психотерапевт. У меня вот, прочитайте предпоследний пост про дочку, это, наверное, скорее всего, в той же серии будет. Она в два раза за месяц упала в обморок, я с ней поработал, но это было трындец просто, насколько этот. Рассчитывайте от двух до трех сеансов, если надо больше, то больше, но это можно убрать. Скорее всего. Потому что пойдете к психотерапевтам, посадят вас на терапевтилизаторы, это такой процесс, вы затянете процесс реабилитации. У вас смешанная практика аналогия и эзотерика. Да тут все, я честно не знаю. Людям проще, я понимаю, ниша там, то, все, людям нужно повесить ярлык, но здесь вообще непонятно. Это я называю неведомой хренью. То есть, это непонятно, что это. Я вам буду объяснять. Я иногда сам не верю, когда рассказываю. Мне очень сложно объяснить, чем я занимаюсь и как это работает. Потому что во многие процессы я сам не понимаю. Я не верю в то, что это происходит. Как вы поверите, когда человек начинает лаять или вы? Тем более, когда это собственная дочка. Или когда клиент начинает мычать или лаять или девочка начинает мужскими голосами говорить. Это же хрень полная. Поэтому я не знаю, как это называется. Очень тут все пограничное. За гранью психологии, за гранью медицины. Вот где-то между этими сферами. Потом за гранью понимания религии и немножко за гранью понимания энергетики. И где-то это вот в этом месте все сошлось. Мне 38, ему 30. Прожили 3 года вместе, были измены, пренебрежения, почти не помогали с детьми, никем, что со мной не так. Вообще, в первые 3 года жизни, если вы в течение 3 лет развелись, это он не выдержал. это скорее всего. Я не знаю, 3 года есть такой процесс, когда после замужества или женитьбы, женщина начинает предъявлять претензии мужу за все свои прошлые опыты. Начиная с папы, заканчивая им. И 3 года ты начинаешь сливать на него претензии. Не так стал, не так этот. И тут ты до него докапываешься. вот. И если в течение 3 лет вы не разводитесь, то он выдержал. Если разводитесь, то он не выдержал. И есть потом 4 года, когда его претензии к тебе начинаются. Он вот еще бы чуть-чуть, и ты была бы плохой для него. Он бы тебе не досадил, пересадил, ты хреновая мать, ты херовая жена. То есть это продолжается где-то порядка 7-8 лет все. Вот это вся мутатень. После этого приходит притирка, и потом можно жить более-менее по-человечески. в браке. Но в браке жить это естественно, это ежедневный выбор человека прожить с ним жизнь. То есть как бы я очень часто задумывался, зачем люди живут парами. Ну на хуй хер это вообще надо, да? И самая лучшая формулировка, которую я слышал, это свидетель твоей жизни. То есть должен быть один свидетель твоей жизни хотя бы. То есть твои переживания, как ты к этому шел, как ты достигал, как ты прожил эту жизнь, да? Хотя бы один свидетель. Это жена или муж твоей жизни. Поэтому вот так. С вами все хорошо, и я не знаю, надо будет смотреть, но вы очень красивая женщина, мне кажется. если аватар, то ваша. Не знаю, это нужно смотреть. чтобы проработать. И вот судя, смотрите, то, что он пренебрежение, почти не помогал мне с детьми. Ты сама на себе все тащила, скорее всего, ты включила маму и его тащила за собой, а с мамами не спят, и вот он ушел. Вот если чисто мозгами, судя по твоему тексту, возможно, так, не знаю. Нужно смотреть что проработает любой страх, получается, нужно их всех прожить. Да, все страхи замыкаются. Ты испугался и замкнулся, да, и то, что я делаю, мы размыкаем с тобой этот страх, как эти говорят, раскольцовка, да, инженеры говорят. Очень часто чувствую злость и агрессию, ненависть даже и по отношению к своей семье и детям. По начальному буду трудно дышать. Это приходите. Как вы к этому пришли? Через собственную депрессию пришел я к этому. Нашел учителя, я нашел человека, который мне помог и к нему приклеился, в общем, ходил, ходил, учился. Прощение денег это работа с энергией Вселенной больше всего. А есть ли работа в отношении между мужчиной и женщиной? Я хочу терять своего человека. Для того, чтобы не потерять человека, его нужно отпустить сначала. И тогда ты не сможешь его потерять, когда ты его отпустишь. тоже письма прощения пишите ему и отцу, потом слушайте аффирмации, потихоньку, потихоньку будет все уходить. Восстану завтра. А если муж после двух с половиной лет, он перелегает и кальшак ему 30 не 28. Это вот все. Я не знаю, как у вас так быстро началось, но уже пора. То есть, оно вот выдав друга хавайки из этого. Сластурия, значит, мучить свое сердце на вас. У мамы болят колени, еще прокол барабанной перепонки. Не слышать сейчас на одно ухо. Колени болят, когда я не вижу, ну, когда я боюсь идти вперед, когда я не хочу. Я не знаю, сколько у нас времени осталось. Давайте посмотрим гулинары, гулинары. Оказывается, есть запросы на прямой эфир, я болтаю. Вы в восстании сколько дней будете? Я буду до воскресенья. Суббота, воскресенье тренинг и со вторника по пятницу буду принимать индивидуального встания. Что-то меня так напрягает вот этот задний веник с этим бумагой. Вы не... Еще раз повторяю, если я не отвечаю, напишите еще раз. Системные заболевания работают системными. Смотря какие, напишите лучше. Такой точек обстановил. Техника эмоциональной свободы есть такая, да, вот это вот я убираю свой страх, там, я убираю свои разочарования. Я убираю... Это круто работает, но оно не настолько глубоко, как вот, ну, как может быть. Я все пропустил с этой игры в пистолет. Когда плохо вам, то лечит вас. Меня лечит мой учитель, меня лечит мой братишка, он тоже этим занимается, меня лечат мои ученики, и поэтому у ребенка, подростка часто идет кровь с носа. Честно, не знаю, надо смотреть. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я все время хочу уйти от мужа. Я не знаю, сколько вы женаты замужем, то есть, но если вы хотите уйти, может, стоит уйти, я не знаю, или вы, это период манипуляции, вы там, типа, я уйду, или, ну, какие цели вы в этом преследуете, потому что у женщин все цели, они очень за горизонтом немного. Мой учитель Наталья Селезнева, ну, она есть у меня в фильме, я снимал, можете посмотреть Форетом 2018-2018, вот, а так ее в интернете практически нету. Обучение в Алма-Ате, это я вас отправлю к учителю своему, вы отправите к братишке, там пройдете все, и потом будете там учиться. У меня уже месяц болит тазовая кость, причину как можно установить? Честно, я не знаю, надо смотреть, потому что бывает, нога выпадает, ее вправляешь, и все проходит. Состояние, когда жить не хочется, это, ну, приходите на тренинг. Учитель принимает, да. У нее тренинг есть большой, и индивидуально она так, на тренинг можете не пойти. Алкоголизм, игромания, наркомания, это вещь, которая, это бывает от избытка, от избытка материнской любви, когда она тебя душит, или когда душит тебя жена, то есть она вся в тебе, вот, люди играют, пьют, и там, наркоманят. Это второе, от нехватки любви, да, когда ее не было вообще. И третье, это когда, вот особенно игромания, когда вкус жизни не чувствует, он начинает там играть. Ну, или избегать. Короче, это избегание, да, вот это игромания, алкоголизм, это избегание от реальной жизни. Я не лечу ни алкоголизм, ни этот, но бывают случаи, когда приходят игроманы, и потом у них проходят, но нету стабильного результата. Это где-то 50 на 50. Поможет, окей, не поможет, тоже окей. После прямого эфира облегчение, дышится легко после общения с вами. Потому что идет воздействие на уровне энергии со всеми подписчиками, со всеми, кто здесь пишет. Я стараюсь подключаться и с вами прорабатываться хотя бы чуть-чуть. Субтитры создавал DimaTorzok